Приветствую читателей сайта Паяльник. Давным-давно заказал себе несколько вот таких вот педалек. Она на самом деле рассчитана на 220 вольт и 10 китайских ампер, но я буду использовать ее в паре с микроконтроллером и сделаю однокнопочную USB клавиатуру. Давайте разберем корпус. Разбирается он достаточно легко. Выкручивается один винтик и выдавливается штифт, который соединяет две половинки пластикового корпуса. В верхней половинке у нас имеется посадочное место под пружину, чтобы она в процессе эксплуатации никуда не уходила. В нижней половинке деталей как бы побольше. У нас имеется сама кнопка и фиксатор для провода, чтобы он никуда отсюда не делся. В корпусе больше ничего нет, однако есть достаточно много места под всякие свои платки, например, Gigi Spark. Рассмотрим поближе саму кнопку. Здесь у нас общий контакт, нормально закрытый и нормально открытый, то есть кнопка перекидная. Но что интересно, на обоих контактах написано NC, хотя они все-таки разного типа. Я этого немножечко не понимаю. Щадить родные провода нет никакого смысла, как и припой, так что от них избавляемся и используем что-нибудь более качественное. Также немножечко придется доработать саму отладочную плату, а именно подтянуть одну из ножек резистором, скажем, на 10 кОм к питанию. Мы будем подключать кнопку между этой ножкой, подтянутой к плюсу, к логической единице, и контактом Ground, то есть логическому нулю. При нажатии на кнопку у нас на входе получается 0, при отпускании – единица. В принципе, можно собирать. На кнопке используем именно нормально открытый контакт, хотя, в принципе, это все легко можно исправить в прошивке. На всякий случай проверим мультиметром работоспособность кнопки, чтобы не нарваться ни на какие неприятности. Подключаем кнопку к плате, я буду использовать пин PB2, вы же можете легко подменить в прошивке на что-нибудь другое свободное, у коих здесь аж 3 пина. И на всякий случай воспользуемся изолентой для того, чтобы уберечь плату от случайного соприкосновения с пружиной. Решил расположить плату USB-контактами вверх, так что закрыта сторона с микроконтроллером, остается только эти контакты залудить и припаять к ним сам хвост. Предварительно провод нужно закрепить специальным фиксатором. Он в моем случае не только не позволит вырвать сам провод, но и закрепит оплетку, которая раньше держалась за отрезанный разъем. Остается только свериться с распиновкой и запаять все провода на свои места. На этом с аппаратным обеспечением можно закончить. По крайней мере в моем случае. Если вдруг вы умудрились стереть бутлоудер, то лучше заранее позаботиться о возможности прошиваться через USB, пока плата не закреплена в корпусе. На всякий случай в описании будет ссылка на проект, где есть и прошивка бутлоудера и фьюзы. У вас, наверное, возник вопрос относительно антидребезга, потому что кнопка все-таки силовая, рассчитана на 2,5 кВт. Это большая, наверное, нагрузка. И, соответственно, она должна очень сильно дребезжать. А в схеме аппаратной защиты не предусмотрено. На этом вопросе я остановлюсь чуть-чуть поподробнее после рассмотрения прошивки. И давайте посмотрим на сам код. Здесь у нас подключаются необходимые библиотеки. AVR и OH – это для работы с периферией. Interrupt, собственно говоря, тоже. Для использования прерываний – Watchdog. EEPROM на самом деле не используется. Но, теоретически, этот проектик можно допилить до состояния, что изменение действий на нажатие аппаратной кнопки можно будет производить, не перепрошивая микроконтроллер, а занося эти данные в EEPROM через какой-то интерфейс. Но как это реализовать, я пока не придумал. Ну и дилей, я думаю, вам понятно, для чего нужна. Далее идут две библиотечки, которые внешне. Это USB DRV, собственно говоря, реализация программного USB. И USB Hit Case – это коды клавиш. Далее идет здоровенный кусок кода, который описывает параметры USB устройства. То есть это то, что платка будет отдавать компьютеру при подключении по USB. Она скажет, что вот я клавиатура, у меня такие-то параметры. Сюда лучше не лезть, если вы не понимаете, что именно хотите сделать. Иначе вы все поломаете. Тут на самом деле накосячить очень даже легко. Далее идет описание структуры пакета, который будет посылаться компьютеру для генерации нажатий на виртуальную клавиатуру. Он состоит из модификатора. Это нажатие на всякие контролы, шифты и прочее. Далее идет зарезервированный байт и идет массив из кодов клавиш. Я на самом деле так сдуру заменил здесь число на 1. То есть всего лишь 1 код клавиши, чтобы можно было посылать. Но так как у меня были несостыковки с дескриптором, описанием вот этим, это вызвало очень забавную проблему. Я корректно работал с этой клавиатурой под Linux, но под Windows она не генерировала нажатия на клавиши. Хотя их обрабатывало. Если брать на другой клаве нажимать Caps Lock, на педальку нормально приходит, что сейчас нажат Caps Lock. Зажги светодиод, если он у тебя конечно имеется. То есть вот эти пакеты проходили нормально, а от меня к компьютеру они уже не проходили. Это как раз таки вызвано тем, что у меня была несостыковка между размером пакетов и размером указанным в USB-дескрипторе. Так что с этим тоже надо быть поосторожнее. Далее идут чуть-чуть служебных переменных. Это, собственно говоря, сам пакет. Данные, которые мы будем получать от компьютера и их обрабатывать, меня интересует состояние светодиодов. Две переменные для обработки зажиганий Caps Lock. Я это буду использовать для перезагрузки устройства, чтобы не переподключать его к компу, чтобы перейти в Bootloader. А будет достаточно нажать там, допустим, 10 раз на Caps Lock, то есть 5 раз зажечь светодиод подряд, при этом не нажимая на саму педальку. И тогда устройство через Watchdog перейдет в загрузчик. Ну и idlerate это служебные переменные. Далее макрос, в котором я сказал, к какому пину подключена кнопка. Функцию USB Function Setup касаться не будем. По принципу работает не лезь. Я ее даже сверну, чтобы вас не смущало. Еще чуть-чуть определений. Это позиции. Не то, что позиции, это будет более правильно сказать маски для определения состояния светодиодов в пакете, который приходит от компьютера. То есть нам лок должна быть зажжена, можно так сказать, единичка. То есть единица должна стоять в первом бите. Для Caps Lock во втором, для Scroll Lock, соответственно, в третьем. И функции USB Function Write мы, собственно говоря, это и обрабатываем. Если у нас сменилось состояние светодиодов, меня интересует только Caps Lock, я проверяю. Если вдруг он нажался, увеличиваем счетчик. Ну и, соответственно, зажигаем светодиод. Там на отладочной плате есть светодиод, который на самом деле зажигать нет никакого смысла, только электричество тратить. Так что этот код можно бы и вырезать, потому что тупо внутри корпуса педальки его не видно. Но все же для отладочных целей я его зажигаю. С этой функцией тоже разобрались. Скрываем. Теперь две функции, которые генерируют сам пакет. Не то, что генерируют, они его заполняют. Первая функция работает напрямую с кодами клавиш. То есть мы ей посылаем кей-код и код модификатора. Она их подставляет в нужные поля. Все. Вторая функция чуточку сложнее. Она работает только с символами типа char. И даже ограничения, это должны быть буквы. Это только буквы. Причем она реализована таким образом, что в зависимости от состояния Caps Lock все равно ведется символ в том регистре, в котором мы сказали. Если мы сказали введи маленькую А, ведется именно маленькая буква А. То есть если вдруг у нас зажат Caps Lock, мы ставим модификатор Shift. То есть получается при зажатом Caps Lock нажимается Shift, нажимается буква А. Получается маленькая буква А. Ну и соответственно в обратную сторону. Вот этот вот небольшой фрагмент кода я оставил из предыдущего репозитория. Он преобразует символ в код клавиши. По вот такой вот нехитрой формулке. С этим тоже разобрались. Эти функции можно поскрывать. Еще чуть-чуть определений. Здесь у меня описаны 4 состояния. Это ожидание, нажатие клавиши, ожидание отпускания клавиши, отпускание. То есть это автомат. И сама функция main, основа наша. Здесь у нас служебная переменная i. Она на самом деле используется только в одном месте для того, чтобы на всякий случай обнулить структуру с пакетиком. Потому что мало ли что там было в оперативке, хотя по идее оно должно быть и так уже нулем, но на всякий случай. И переменная, обозначающая текущий статус. В начале функции врубается watchdog на одну секунду и инициализируются порты ввода-вывода. То есть в моем случае это порт для светодиода. Он должен быть настроен на выход. И я включаю на всякий случай встроенную подтяжку на пене, к которому подключена кнопка. На самом деле по-хорошему DDRB, порт B и вот это вот все прочее нужно было заменить на макросы, как я это сделал с Kpin. Но в данном микроконтроллере, кроме порта B, ничего нет. Так что оставил именно так. Функция USB-init инициализирует периферию микроконтроллера, так как ей нужно, и заполняет там свои какие-то служебные структурки. Остановимся поподробнее вот на этом фрагменте кода. Здесь я на всякий случай сбрасываю watchdog и жду 500 миллисекунд. Хотя по-хорошему можно бы еще после этого watchdog сбросить. Но да ладно, он все равно сбрасывается совсем рядышком. Функция USB-device-disconnect и USB-device-connect. Они служат для того, чтобы симулировать отключение и подключение устройства к компьютеру. Как компьютер понимает, что к нему подключено устройство? Это его шины данных USB, D+, D-подтягиваются от питания. Ну, в данном случае к 3,3 вольта. И USB-device-disconnect силами микроконтроллера прижимает линию какую-то из, я не помню какую, к земле. Соответственно, компьютер думает, что к нему сейчас не подключено устройство. Девайс-коннект отпускает прижатие, собственно говоря. Вот так вот это просто реализовано. Хотя на самом деле, давайте я вам открою документацию на отладочную плату Pinboard. И там есть схемка чуть-чуть другой реализации управления как раз-таки подключением устройств. Вот она схемка этого куска платы. И мы видим, что у нас линия D+, подтягивается через транзистор. То есть, управляя этим транзистором, мы управляем подтяжкой. И если мы посмотрим на файл конфигурации USB, вот в моем примере он лежит usb.drv.usb.config.h, у нас тут есть два макроса. Они сейчас закомментированы, потому что у меня как раз-таки используется упрощенная схема. И здесь, если мы эти строчки раскомментируем и скажем, что у нас управляющий сигнал подключен, допустим, как здесь указано, к порту D4, то вместо того, чтобы прижимать сигнальные ножки к земле, будет управляться как раз-таки вот этот транзистор отдельным пином. Но, еще раз повторю, что у меня схема на отладочной плате упрощенная, поэтому эти определения я возвращаю в исходное состояние. Вот так вот. С этим куском кода разобрались. Далее идет функция say, на самом деле это макрос, который разрешает прерывания глобально. И сам цикл основной нашей программы. Здесь я обязательно сбрасываю в очдок, потому что если я его не буду сбрасывать, то микроконтроллер просто уйдет в перезагрузку. Так как у нас USB аппаратный, ой, вру, USB наоборот не аппаратный, а программный, то прерывание под него не заведено. Вполне очевидно. И поэтому нужно с ним работать через полинг. Собственно говоря, функция USB-пол, эту задачу и выполняем. Мы смотрим, есть там для нас что-нибудь или нету внутри этой функции. Подробно я на ней останавливаться не буду, так как, честно говоря, сам ее не изучал. Но принцип, по которому она должна быть построена, более-менее понятен. Далее идет строчка, которая вызывает перезагрузку устройства. Если накопилось 5 срабатываний индикатор капслок подряд, при том, что на саму педаль не нажимали, что на самом деле происходит достаточно редко, мне кажется. Хотя, может, я ошибаюсь, и тогда этот счетчик можно увеличить, допустим, до 20. Чего уж там мелочиться. 40 раз покликайте на кнопочку, ничего страшного. Здесь мы просто ждем. Ждем, ничего не делаем. И в какой-то момент Watchdog перезагрузит микроконтроллер. Меня на самом деле на работе приучили, что если я жду, то лучше писать не while1 точку с запятой, а написать do пустые скобочки while1. Потому что, если написать просто while1, можно иногда затупить и искать, где же само тело цикла, а его нет. А вот когда видишь в начале, что это пустой цикл, уже такого желания не возникает. Понятно, что здесь мы просто ждем. Далее идет сам автомат. Вот, здесь мы проверяем, что у нас имеется возможность работать с USB, то есть он свободен, не задействован. И letState не равен ff. ff это у нас начальное состояние глобальной переменной. И как только мы получаем от компьютера первый пакет, что он действительно понял, что это клавиатура, послал в устройство состояние светодиодов, тогда это будет константа явно отлично от ff. И тогда мы уже начинаем саму работу. То есть это косты от, как это сказать правильно, от ложных срабатываний в момент установки драйверов. Типа такого. Хотя, наверное, это не совсем верное высказывание. Пробежимся по состояниям. По умолчанию мы находимся в состоянии ожидания. Так что с него и начнем. Собственно говоря, оно как отдельное состояние не описано, оно входит в ветку Default. Здесь мы ждем нажатия на аппаратную кнопку. Если она была нажата, в моем случае стоит отрицание, потому что идет подтяжка к питанию, и нажатие на кнопку прибивает ножку к нулю. То есть мне нужно инвертировать это условие. Как только у нас кнопка нажалась, переходим в состояние SendKey. Состояние SendKey у нас обнуляет счетчик зажиганий индикатора CapsLock, что, собственно говоря, и не дает перезагрузиться микроконтроллеру. Формирует пакет и переходит в состояние ReleaseWait. Выходим из кейса. Далее этот пакет, ранее сформированный, посылается уже на компьютер. И в этот цикл мы возвращаемся только тогда, когда пакет уже был послан. Это обеспечивается функцией USB Interrupt Ready, то есть она вернет, что сейчас шина свободна, мы можем что-нибудь еще послать. А пока она занята, мы, собственно говоря, будем крутиться вот в этом цикле, не заходя внутрь. Перешли в состояние StateReleaseWait. Здесь мы просто ждем уже отпускания на кнопку. И как только отпустили, переходим в StateReleaseKey. Почему я закомментировал вот этот вот фрагментик кода. А здесь, как вы видите, он похож. Дело в том, что когда у нас клавиши не нажата, мы, заходя в это условие, будем постоянно попадать в эту ветку. И если не ввести здесь Continue, то есть переход на следующую итерацию родительского цикла, то мы каждый раз будем посылать пакет, пакет, что клавиш нажатых нет, клавиш нажатых нет, клавиш нажатых нет. И это просто по КД. Смысл тратить время на это, это первая причина. Вторая причина, опять же, связанная с временем, мы пока передаем пакет, не проверяем состояние кнопки. Собственно говоря, мы можем наткнуться на ситуацию, когда, ну я не знаю, конечно, кто у нас может быть такой быстрый, но да ладно. Нажали кнопку в, допустим, начале отправки пакета, что сейчас никого нет, то есть сразу же ее отпустили, пока этот пакет еще не дошел до компьютера, там за миллисекунды. И это нажатие будет пропущено. То есть нам нежелательно тратить время впустую, как вот в данной ситуации. Почему же я все-таки оставил незакомментированным здесь? Чтобы он каждый раз посылал пакеты, когда у нас кнопка нажата. Вы, наверное, уже привыкли к ситуации, когда вот вы нажали на кнопку, ее держите, и этот символ дублируется. Собственно говоря, по этой причине и этот код закомментирован. Если вдруг вам нужно сгенерировать строго одно нажатие, то же самое. Раскомментировали строчку, и все будет работать так, как вам необходимо. Состояние StateReleaseKey. Когда мы посылаем, что кнопка отжата. Мы формируем пакет, что сейчас не нажат никаких модификаторов, не нажат и никаких клавиш. Посылаем его к компьютеру, переходим в состояние ожидания. Собственно говоря, весь код разобран. Больше тут говорить и не о чем. Теперь по антидребезгу. Подключил осциллограф. Как раз видите сейчас в левом нижнем углу, каким образом. Не смотрите на то, что эта плата слегка отличается от той, что была показана в начале ролика, когда я собирал устройство. Просто та платка была упакована, а эта доступна. Разумеется, разбирать корпус совсем не хотелось. А аппаратно они отличаются только дизайном платы. И все. Схема точно та же самая. Насчет софта по осциллографу, сразу скажу. Это C-Grog. У меня осциллограф Hantek BL6022, если я ничего не путаю. И может быть когда-нибудь я запилю к нему обзорчик и описание альтернативного софта. Вот это как раз таки пример альтернативного софта. То есть в нем я могу писать историю аналоговых сигналов. Что на самом деле вот сейчас мне очень сильно помогает. Я внес некоторые изменения в код. А именно зажигаю дополнительный светодиодик в момент, когда я подготовил пакет к отправке. То есть когда только нажалась кнопка. И когда он уже отправился. И я могу обрабатывать следующее нажатие. И это у меня как раз имеется на канале 2. Давайте посмотрим, как у нас дребезжит кнопка. Вот у нас срабатывание первое. Зажегся светодиод. Я сформировал пакет и сказал его хочу отправить по USB. Вот проходит время. Кнопка уже перестала дребезжать. И только в этот момент я начинаю обрабатывать следующее нажатие. То есть у меня вот в данном месте практически двухкратный запас по времени на антидребезг. При том, что дебонс как бы так на дилеях стандартный, можно сказать Arduino style, не используется. Мне есть чем в это время заняться, кроме как просто ждать. Посмотрим следующее срабатывание. Вот здесь действительно обработалось нажатие. На самом деле оно могло обработаться и раньше бы. Но видать в это время микроконтроллер был занят общением с компьютером. И функция Interrupt is Ready выдавала значение 0. Собственно говоря, вот в этом моменте микроконтроллер был свободен для обработки нажатия. Он посылает пакет. Кнопка перестает дребезжать. И к моменту, когда мы готовы обрабатывать следующее событие, кнопка уже, как видите, очень давно не дребезжит. То есть ложных срабатываний из-за этой особенности нет. И еще один момент. Если вдруг вы генерируете нажатие и отпускание клавиши, то это время смело умножается на 2. То есть у нас получается даже четырехкратный запас на антидребезг. Остается только проверить устройство. Запускаем какой-нибудь текстовый редактор и нажимаем на педальку. Однократное нажатие, один символ. Теперь нажимаю и держу ее. И символы печатаются, пока я не отпущу педаль. Как видите, устройство работает.